Видите, какие красавцы! Представьте, как нам повезло оказаться рядом с осликами и с козами. И вместе с нашим героем мы сегодня попробуем узнать, в чем их общее деревенское счастье. Окрестности села Черемисовки прекрасны, без всяких сомнений. Есть и холмы, укрытые сейчас желтеющим одеялом леса. Есть просторное пастбище для животных, есть туристические тропы по каньону Кокосан вдоль русла реки. А есть еще и история про легендарного разбойника Алима, который в конце 19 века в этих местах прятался от стражей закона. Так что оказаться в Черемисовке на ферме нашего героя было не только приятно, но и очень познавательно. Тем более, что с осликами мы пока еще так основательно не общались. Значит, будем узнавать, хорошо ли им гуляется по древним лесным тропам вместе с козами. Зачем они совсем недавно преодолели непростой путь из поселка Морского? И почему эти милые животные считаются лучшим экологически чистым видом транспорта во всем мире? Здешние ушастые как раз работают по специальности. Катают детей взрослых все лето. Да и с нами, кажется, весьма рады познакомиться. Первый идет мальчик Богдан. Эта девочка Кристина идет. За Кристины ее мальчик идет. Игорешка. После Игорешка Абдула. Вот здоровый, черный Абдула. Ага, красавчик. Это Абдула, да. Вот они пьют воду. Да, у нас своя скважина. Вот. Это седомет. Это седомет. У меня друг был седомет ленивый. Он тоже ленивый такой вот. А сами вот это, видишь, какие упитанные они. А почему вы их человеческими именами решили называть? Ну, так вот. Дети приезжают, а они балдеют. Я на Коле, я на Васе, я на этом. Это Коля, это мальчик. Это Николай Николаевич. Очень спокойный. Упитанный такой? Упитанный, конечно. Ну, почему мы с южного берега перегнали на зимнее пастбище? Вообще, Черемисовка – это самое зеленое место в Крыму. Самое грибное и самое такое. Здесь травы, вон, видите, очень много. И ослики у нас набирают, набирают у нас, набирают у нас… Кто-то против наших. Ну, мама. А, не мама, это, наверное, это папа этого ослика, да. Почему это он так возмущается? Вот такое. Бливнует. Расскажите о характере, ребят. Он очень спокойный, мы сажаем на таких осликов годовалого ребенка, все, и без сопровождения инструкторов, они идут до моря, и обратно, и даже от годовалого возраста. Поднимают они, очень даже, даже не поверите, была женщина, 128 килограмм, она прошла полный маршрут до моря, и обратно, и она пришла, говорит, я в шоке. Это Оленька. Боже мой, это моя тезка. Это наша знаменитая Оленька. Чем же знаменита моя тезка? Она знаменитая, она вообще очень спокойная. На нее даже два… Вот мама с ребенком, они тоже едут, и она спокойно идет, и себя чухает нормально, да. А главное, что Оленька очень мягкая, очень красивая. Конечно, скажи. С таким-то именем. Вот, смотрите, вот ее маленький. Это Оленька девочка тоже. Вот, ее, этот, Люсей мы прозвали. Путь из морского в Черемисовку ослики прошли не просто так. На Южном берегу их работа на этот год завершилась. А здесь, на ферме, еды больше и с подругами-козами. Можно на досуге поговорить о делах житейских. Через перевал утром рано вышли, мы выгнали их. И через перевал, через Громовку перешли на Поворотное, Красная Савобода, и мы в Черемисовке. Как они себя чувствуют в пути? Очень даже хорошо. Они цепочкой идут, караваном идут, перегнали без никаких, два человека, перегнали сюда на зимнее пастбище. Вот сюда, где мы находимся. Козы были рады, что пришли, друзья? Ну, конечно. Потому что здесь очень много кустарника. На Южном берегу все в этом году высохло. Ничего нет. А здесь они, вот, посмотрите, в каком состоянии, они все жирные, упитанные. Вот такое. У нас в Узбекистане еще были ослы. Тоже ходили они все. Пасем мы их отдельно, не пасем. Пасем мы их, они пасутся вместе с козами, барашками и все вместе. Они как одно целое. Не выходят отдельно. И отдельного присмотра за ними не надо. За ослики не надо. И вот оттуда пришла мысль такая. Вроде бы катают на лошадях. Народ, который приезжает к нам, очень довольный. Очень довольный. Мы накрываем поляну, делаем шашлык с цицарочкой им. Цицарочки. Чай, кофе, капучино. Узбекский хороший плов делаем. У меня, если приедет на ферму, увидите у меня. Большой водопад. Ну, очень красиво смотровая на все море. Видать, Алушту, Аюдак и все остальное. Мы вводим маршрут у нас до Теревышки по горам. Маршрут прям к морю. Ну, вот они едут. Инструктора оставляют остриков. Они идут, купаются час-полтора. Садятся на келогичный чистый транспорт и едут опять на ферму. К фермерству нашего героя привели семейные традиции. И эти же традиции сегодня помогают работать. К делу привлекаются все родственники и друзья. Потому что даже ослику понятно, что общее дело сближает и радует. Как людей, так и животных. Папа родом у меня с Белогорска. Ему было 20 лет. Он до войны, до войны барашек пас. И после этого, когда переселение в Узбекистан, потом переехали в Казахстан и занимался полностью живодноводцем. Папа у меня герой соцтруда, орден Ленина, орден трудового, красного знамени трех степеней. Прожил 94 года родом с Белогорска. Домик еще где он жил, домик еще стоит. Крым это родина предков. Мама Севастопольская с Балаклавы, с села Орлинного. В Орлинном стоит тоже мамин дом. Где папу, мама до войны умерла, заболела. А папу при бомбежке Севастополя бомба попала в школьный двор. Он был завод школы. И осколком перерубал его пополам. И вот они две сестры бродягами уехали. Ну, бродягами. Без никого уехали в Среднюю Азию. И все мамка говорила, что ой, на родину, ой, на родину, ой, на родину. Родились мы тоже, мы тоже дети, как считаемся дети депортированных. Родились мы в далеком Узбекистане. Папа попал на ураны рудники. 24 года проработал на уранах рудниках. А потом уже вышел, выйдя на пенсию по первому списку, типа такой, с 50 лет. И поехали в Казахстан заниматься животноводством. Вы в своем детстве как помогали папе? Ну, помогали тоже, как на каникулах, после школы выходили, помогали родителям, 50-е, такое, да. Ну, мы рано переехали. Мы переехали сюда в 87-м году. В 87-м году переехали сюда. И вот с 87-го года пока построили всем дома. Папе, там, сестрам, братьям друг другу помогли. Вот. А потом переехали на Южный берег. И вот потом уже начали... Скотину мы держали сразу с первого дня. Вот. А осликов я потом уже привез, вот лет, наверное, 17 я их привез, осликов. И вот ослики, это как его, разводим осликов. Да, у меня три сына, одна дочка. Все занимаются курортным бизнесом. Вот. В поселке Морском. Как-то вам помогают с этим? Конечно. С фермой? Конечно. Заготовки сена или что-то я уже не еду. Я еду только договариваюсь. Они сами привозят, складируют вот его. И все остальное. Конечно. Пока еще не надоело. Будем катать. Малой заинтересовался. Такое. Все уезжают довольны. Спасибо. Пятое-десятое, звонят даже, как дела, как там наши этики. Вот. Вот Малой сейчас уже принимает уже большое участие. Такое вот его будет заниматься. Малой это сын? Да. Его зовут Алим. Ему 22 года. 22 года. Вот он помогает, усердно помогает. И он потихоньку перенимает это такое, да. Он уже знает их все прихоти. Из каких же далеких краев прибыли ослики в Крым? И почему для зимовки наш герой выбрал именно Черемисовку? Вкусны ли травы на здешних пастбищах? И радуют ли осликов окрестные виды, когда они отправляются на прогулку? На часть вопросов ответ очевиден. И травы хороши, и виды им подстать. Я где их покупал, это Нарцисс, Парцисс, это вот в стороне границы с Молдавией, там тоже болгары, болгарские поселения. И вот они тоже держат Ишаков. Ишак заменяет одну машину, любую легковую машину с прицепом и лежит как его. На него чабан идет, ставит седло, ставит седло и целый день собирает дровишки, мравишки, все, два этих, он груженый и возвращается домой. Его не надо везти, он сам дорогу знает. На нем ставит плащ, перекус свой, перекус свой, вода, мода, все. Дождь пошел, он плащ, Николай Николаевич подошел, плащ взял, дождь прошел, он опять повесил, таскать за собой не надо. Все, и опять он ходит в атаре, седло ему не мешает. А как же все-таки известный вот этот миф об упрямстве ослином? Ну, говорят упрямый, говорят упрямый как осел. Если вот один, один, вот, почему спереди, вот, инструктора спереди ведут, спереди ведут, остальные все за ним идут. А так вот они упрямые, и сзади обязательно кто-то, что это, как его, ну, вот чуть-чуть у них есть, такое упрямство есть. Упрямый как осел. Да. Я объехал все деревни здесь, ближележащие деревни, и, в общем-то, понравилось только здесь. Почему? Потому что здесь нет пахотных земель. Пахотные земли, это очень трудно, когда народ будет жаловаться, пошли, зашли на посевы и все остальное. А здесь вот лес начинается и неудобие, непахотные земли. Поэтому неудобие нам очень выгодно, мы пасем их в неудобиях. Но тут еще очень красивые места. Очень красивые места, да. Самое грибное место в Крыму – это село Черемисовка. Никакой опасности здесь нету абсолютно. Ну, говорят, волки появились, но у нас чабан, он ходит за ними, поэтому без присмотра мы не оставляем. У нас собачка, жучка есть, она тоже, которая заворачивает, помогает. Это как его, ну, такого не было у нас еще. И пусть говорят, что характер у осликов не подарок, зато подарок – это сами ослики. Они лучшие помощники в труде, если надо что-то перевезти или куда-то доехать по непроходимым тропам. Да и в целом, общаться с ними – настоящее удовольствие, особенно с малышами. Сейчас на ферме есть несколько подросших ослят, которые уже привыкли к людям и совсем нас не боятся. Ослята, значит, у них не 9 месяцев, а у них 11 месяцев и 11 дней. И она приносит предплод. Также они гуляют. Ослиное молоко многие просят. Ну, вот мы два больных приезжали, якобы им посоветовали, что ослиное молоко очень… Мы в летний период как раз ослица родила, Кристина, да. И вот мы ее доили, много молока не выходит, ну, типа такой вот они не приучены к доению. Ну, мы доили, просто люди очень сильно попросили. Вот неделю пили ослиное молоко. Звонили мне 4 раза, большое спасибо, вроде бы якобы помогло такое. Ну, вообще я слышал, что ослиное молоко очень-очень полезное, оно очень сильное и полезное такое. Как роды проходят? Как роды проходят? А роды вообще в поле рожают, и тут же ослик подсох и идет за мамой. Уже идет домой, уже не надо вести его. Сразу готов. Да, 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 да. Ослика движения, благоприятное массажа ягодицы. Видели вы, наверное, фильм «Афган». Вот по таким узким тропам он идет. У него 4 следа, вот 4 ноги, 4 следа нет. У него идет нога в ногу, нога в ногу идет. Поэтому он идет по любым узким тропам и все остальное. Вот. Его, чем на лошадях, очень безопасно, на осликах очень безопасно. Первое, это что он ниже. Второе, что он, если на него сел, тем более ребенок, вот они как-то, как будто понимают, что более осторожно они идут и все остальное. Вот так вот, да. Девчонки катаются в шоке. Они едут до моря и обратно. У нас на спуск идет около винзавода маршрут и прямо к морю. Приезжают оттуда щеки красные, налитые такие вот они, девчонки. При массаже всего тела они возвращаются довольные, как эти. Кто приезжал один раз, каждый год, кто бывает в Судаке, они все приезжают ко мне кататься на острове. Скажите, вот о таких, как Николай Николаевич, как нужно заботиться правильно? Что нужно делать? Ну, кормить. Самое главное кормежка, конечно. Вот летом они работают, но мы после поездки мы всегда даем по полкилограмма овса или ящменя. Им даем. И вот они, как его, зимой сено вот заготовлено, вот оно, сено, сено, вот оно все, там, две тысячи трюков сено, зерно. Вон он, под навесом все сено, вот. И зимой кормим мы их. А как же, чтобы они на лето были готовы, готовы нас, как его, чтобы нас не подвели. Ко мне пришли ослики. Конфетку ожидали, надо было конфетку. Если б я знала, я бы запасла конфет. Да, 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 вот они. Вот они, смотрите, как они сразу. Они мокрые, потому что пили воду. Да, да. И, боже мой, как приятно находиться в окружении ослов. Не думала, что такое скажу, но это очень приятно. Вот они и все друзья пришли. Друзья ослики предлагают прокатиться с ветерком. И хотя управлять ими не так уж сложно, не могу сказать, что у меня все хорошо получилось. Но за труды, если не мне, то осликам точно положена награда. Давай, давай я тебя все подсажу. Оба. Так, так, все, спокойно сиди. Спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно, не бойся. Вот. Так, верхом на ослике я еще ни разу не сидела, но спасибо огромное за эту возможность. Это седло, это без седла. А седлом, седлом, у меня специальные седла сшиты под них, сделаны. Вот. И на них это каково. Вы, если сейчас вот минуты 4-5, вы почувствуете, приедете домой. Я тоже буду разного щекой. Да, 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 да. То, что буду я это каково, да. Ну, идем это-то. А, нет, так же страшно. Нет, нет, нет. Веревочку надо было взять или уздечку. Или уздечку, да. Сейчас я это возьму. Вот такое. Так, ну, идем. Нет, давайте с веревочкой. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Он выносливый, чуть вперед. Чуть-чуть вперед. Ага. Вот, можете, мы сядем даже вдвоем. Ой. Самая позабашная тут. Слушайте, как интересно. Вот мы вдвоем сели. Да, ты не бойся. Твои держи. 150 килограмм может держать. 150 килограмм он и сделает, хоть бы хны ему. Как зовут героя нашего? Ай. Как зовут? Абдулла, знаменитый Абдулла. Ничего, 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 ничего. Но он из-за муриками. Расскажите про Абдуллу. Ну, Абдулла, это Абдулла, он знаменитый Абдулла. У него это самое, когда мы его, мы его, единственное. Он пить хочет, да? Я думаю, что Абдулла точно заслужил. Да, 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 да. Вот он точно заслужил. Вот он. Они все, очень, все туристы приезжают, кто морковку, кто что-то приносит. И вот все они сейчас, вот все сбегутся сюда. Вот сейчас посмотрите. На, ба, 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 ба. Ба, 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 ба. На, 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 смотри сюда. Это кто? Ай. Это Калек. Это Игореша. Это Виталька. Все здесь? Все здесь. Вот они, ма. Во, 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 во. Вот они, вот они, вот они, вот они. Нати, 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 нати. Какие все-таки вы хитрые мордочки. Нати, нати, нати. Скажите, Сервер, вас ослики любят? Конечно. Видите, вот как они любят. Ай-яй-яй-яй, Кристинка, подождите, я тоже дам. И пока мы были поглощены общением с осликами, козы взирали на нас с большим недоумением. Для них такое внимание куда больше стресс, чем для ушастых друзей. Так что они тихонько отсиживались в сторонке. Или говорили и показывали из оконных проемов кошары. Козы у нас трех пород, дают до 4-4,5 литра молока. С него делаем мы брынзу, творог и свежее молоко, козье молоко очень любят туристы. Которые катаются у нас на осликах, мы тоже угощаем их брынзой, свежим козьим молочком. И все в шоке. Вот эти вот махеровые козы, вот черненькая, которая есть, это махеровые пуховые козы ангорки. Это привезенные со Средней Азии. Они дают до 4 килограмма этого пуха. С него вывозят ее на Уфу, в Оренбург, вяжут с него паутинки, кофты и все остальное. Оренбургский пуховый платок. Вот такое. А остальное все молочное. Козье мясо, я задавал вопрос в Казахстане. Какое мясо самое вкусное? Вот сидели, главный зоотехник области, глава рача области сидел. И задали одному, сторожили одному казаху, задали вопрос, какое мясо самое целебное, самое хорошее. Он говорит, ну на казахском сказал, на русский перевод, лучшего козья мяса, который ходит в сепи, в горах, 5-10-е, это целая аптека. Это целая аптека, это целая, это какого, очень полезная. Оно как диетическое, вот. До годового роста, это вообще, вообще аналогов мяса нет. Вот это козье мясо, теперь задают вопрос, а почему? Ну вот он только кушает листья, там, шиповника, шиповник, боярышник и все остальное. Они идут впереди стада и едят самую лучшую травку. Вот он, в чем секрет. Да, секрет. Поэтому молоко его, это особенно здесь вот у нас, вот кругом лес, здесь лес. Вот, кустарников очень много и молоко вообще обалдеть. Брынза, просто упадете. Какая она, да. Вот козочка стоит, это прошлогодний, это год, год и три месяца. Она дает, она дает, первая котка, она дает 3 литра молока. Да, молоко густое, если слить его 3 литра молока, примерно в банке грамм, наверное, грамм, наверное, 250 сливок. А, как вкусно. Да, оно жирное, жирное молоко, да. А вот рыженькая козочка. Это, да, она молоденькая, она только погуляла, она только погуляла, это просто ей 9 месяцев. Гуляют козочки с 6 месяцев, с 6 месяцев гуляют, с 5 месяцев ходят, гуляют. Вот там маленькая, это вон красивая козочка, она тоже погуляла, ей 5 месяцев она уже погуляла. Вот она, вот она, вот она, вот она. Когда будет потомство? 5 месяцев, 5 дней. А это вот, видите, вот племенные козлы. Вот, это привезенные из Чечни, вот, годовалого возраста, в нем килограмм 35 мяса. Племенные как? Чем, какой породы я гуляешь, такая порода и будет. Угу, улучшаете генофон. Яблоко под груши не падает, такое, да, поэтому на племя всегда мы тоже стараемся, ослов тоже, осеменители тоже менять. Других, кто держит 5-10, кровь меняем. Да сложно ничего нету, было бы желание и все. Вовремя заготовить сено, вовремя заготовить зерно им и все, вот. Вот сейчас ферму приберем, навоз приберем, вот и все, на зиму мы готовы, в общем-то. Такой большого тепла для осликов и для коз не надо. Вот навесы стоят у нас кошары, хватает его и все. Также в сторонке держался и молодой жеребец, словно он тут вообще отдельный персонаж. Он и правда в этом козье ослином стаде совсем один, но и козы, и ослики принимают его как одного из своих собратьев. Если бы в загоне вместе с ними были еще и местные утки, то ферму определенно можно было бы сравнить с мини-зоопарком. Бывает такое, что вот уйдут или же такое, нужно быстрый объезд сделать, мы садимся на лошадку и едем на лошадке, это как его, искать или же завернуть или что-то такое. Ну быстро приехали туристы, они еще далеко. Мы на лошадь сели, поехали, пригнали, пригнали их, это как его, быстрее. Поэтому мы держим аварийное, это аварийная машина наша, как по горам. Мама его тоже сейчас, я отдал там на брычки, на брычки возят тыкву, маму отдали, она ходит очень хорошо в брычки, поэтому я отдал там другу на помощь вывезти тыкву. А он здесь, он также родился при козах, при ишаках, и также он ходит, и его отдельно даже он опять будет бежать к козам и к этим к ишакам. Так, есть ослики, есть коза, есть еще и утки. Это утки, индоутки. Ути, 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 ути. Мы кормим только, только чистым комбикормом. Никаких стартов, финишев, мы такого не знаем. Мы ее выращиваем только для себя. Я делаю с утки шашлычок, вы просто упадете и больше не встанете. Да, евреи ко мне приезжают в гости, и вот они говорят, с чего это? Она жирная пекинская утка. Ну и ее, например, ну в месяц раз кушаешь его как объедение. Мне 70 лет, я чувствую себя, мне 38, 40 еще нету. Я еще ни одной таблетки, я не знаю, что это такое, головная боль или что-то там еще, что-то это как его. Жену уговариваю взять вторую, ну вторую же разрешила, вот третью жену. Я говорю, да. Наш герой говорит, что заниматься разведением осликов не так уж сложно, но в целом жизнь на ферме – это труд далеко не для всех. И в такой крохотной деревушке, как Черемисовка, животноводством почти никто не занимается. Кто не хочет в этом навозе возиться, поэтому никто сейчас это, поэтому все сейчас, вот в этом селе, там, ну если коров 12 есть, 10-12, а было там 120 коров, никто все регридировали, никто не хочет заниматься этим, потому что невыгодно. Зерно дорогое, а продать его невозможно, продать так по нормальной цене невозможно, поэтому людям просто смысла нет, поэтому не держат. Если была бы поддержка, вот было бы в морском такое, ну там может понимают такое, ну бывает это скотина, зайдет где-то с краю на виноград, где-то что-то, ну такого еще конфликта большого у нас не было, мы не стараемся пускать их на винограднике, потому что это зеленая масса и ей не наестся она. Ну это скотина, она хочет такое, да, но больших конфликтов у нас не было. При поддержке всех, если будут поддерживать, каждый будет типа держать и каждый, я многим объясняю, что, ну например, свежую утятину или свежую баранину поесть, или же там свежую козлятину молодую, да это о чем вы говорите? Это та же черная поясная икра, да еще, даже еще лучше. Есть в селах, в селах, если дали бы немножко поддержки, какие-то, какую-то там кредиты, без процента кредиты для поднятия вот этого хозяйства, то бы многие бы, конечно, занялись. Многие хотят, пап, а я обломаюсь, на вот скотину есть, а на корма нету, на корма есть, а на кошару нету, если государство или же наши там руководители не помогут, мы все пойдем, сказали, что по телевизору увидел, скоро будет искусственная наса, будем кушать искусственная, будете, вы будете кушать, мы будем держать до упора. Забота о счастье и благополучии животных делает счастливым и нашего героя, а зима пройдет быстро, и ослики вновь отправятся через горы на южный берег, чтобы дарить радость от встречи с ними и детям, и взрослым. Ну, ослиное счастье такое, что напрасно труд не проходит, они ни разу меня не подводили, не подводили, люди довольные катаются, довольные уезжают, довольные уезжают. Вот, поэтому мы за них держимся, потому что это наш, наш хлеб. А ваше счастье в чем? Ну, наше счастье, я сам любитель кататься, я вот, ну, в неделю раз, я час, два, три катаюсь тоже на ослики, сажусь, вот еду посмотреть на ослики, да, и мне оно, ну, кайф, такой кайф. Субтитры создавал DimaTorzok